Спасибо, что вы играли время посидеть у нашего огня. А вообще, любите его огня посидеть, посмотреть, подумать о чем? У меня дома такой камин есть, но его больше всего любит распаливать мой младший сын. Особенно, когда прохладно в доме по тем или иным причинам, то мы его даже топим так, как настоящий. Вот он очень хорошо работает, запаха не слышно. И когда выключаешь свет, один камин горит. Вся семья собирается у телевизора и любит смотреть на огонь. Это все так. Владимир Ильич, вот я хочу вам признаться, знаете, не раз работая с вами в эфире, общаясь в эфире, ловил на языке вопрос, который так и не задал. Ну, скажем так, программы были другого формата. А сейчас задам. Вот вы никогда не задумывались на тем, могла ли сложиться судьба Владимира Яцубы иначе? Ведь, ну, скажем честно, выросли в том районе, который в послевоенное время, скажем так, был достаточно легендарным и дал этому миру не только государственных мужей. Вот жизненные корни отсюда, а ни в чем. Не, ну, я думаю, что сейчас бы точно моя судьба вот в это время уже так бы не сложилась. Потому что самое, будем так говорить, плохое то, что сегодня привнесено в наше общество, это то, что парню из рабочей семьи, мама-домохозяйка, папа-слесарь шестого и восьмого разряда, 54 года проработавших в тяжелом, вредном цеху, подняться до уровня государственной деятельности очень сложно. Тем более Амур. Кстати, вот удивительно, работая в Севастополе, я нахожу корни отношений Днепропетровска, Амура и Севастополя. Вы никогда не задумывались, почему в Днепропетровске есть Севастопольский парк? Ну, это память прежде всего. И потому что это связано с... Разница между возрастом Днепропетровском и Севастополем буквально несколько десятков лет. А Днепропетровск обосновывался в том числе и за счет героев Крымской войны. Вот могу из... Кстати, я это подчеркнул и будучи губернатором, и сейчас. Территория нынешней девятой больницы и бывшего райкома партии, где я имел честь работать, и стадиона, где церковь была сожженная, это имение героя Крымской войны Быкова, где моя прапрабабка была кормилицей в этой семье. Я случайно нашел, в исторический музей нашел мне, и пресс-секретарь Саша Пеленов нашел газету тех времен, где указывают, что кормилица по фамилии Яцуба кормила детей, внуков этого героя Крымской войны. Вы хотите сказать, что связь... Декатерина II, после Великой Крымской войны, которую очень щад в Севастополе, называя ее первой обороной, она благодарила героев, наделяла земли на территории Днепропетровской области, прежде всего Днепропетровска. Поэтому корни воинов, защищавших Крым, переплетаются с нашей родной Днепропетровщиной, родным городом и особенно Амуж-Днепровским районом. Почему Амуж-Днепровский район? Потому что низменные места Левого берега были наиболее приемлемы для земледелия, для строительства, для получения наделов. И вот так получилось, что мои предки не просто так туда попали, а они жили вот на нынешней улице Луговской, еще до того, как Екатерина II делила земли Приднепровья в районе Екатерины Слава. Вот. И вот эта улица, которая изначально, то что я знаю, она называлась Слободой, понятно почему Слобода, потом называлась Чубаривка, понятно почему Чубаривка, потом называлась Каневая, вот. А вот сейчас она называется улица Луговская. Но это не только моя улица, там и другие улицы. Откуда на Амуре пошло название никто до сегодняшнего дня? Боржом. Корея. Кстати, Корея есть и на правом берегу, в районе Шинного завода. Это, видимо, все связано с тем, что ассимиляция и переселение населения, которым и царское правительство тогда особенно занималось, осваивая территорию, не занятую населением в районе Днепра и степей Днепровских, оно именно вот так изначально начиналось. У меня даже вот в Севастополе родилась идея подумать, как вот объединить каким-то историческими вехами Екатерининскими такие города, как Днепропетровск, Екатеринослав, Николаев, Запорожье, Херсон, Одессу и в том числе и Севастополь. Это все вехи развития Юга Украины и, конечно, Крыма.